Кстати, если уж речь зашла о прорыве изоляции, недовольстве одних европейцев России и недовольстве других европейцев санкциями против нее, то стоит вспомнить о заявлениях недели. Глава германского Митштайнмайер говорит, что санкции надо, если не снимать, то ослаблять. Уже появилась группа недовольных ими товарищей во главе с Италией. Его же коллеги по партии, от партии Меркель, осуждают, что не его дело так говорить. И еще статью во французском Ле Фигаро, которая во многом этот европейский раскардаш объясняет, цитирую, «Он Путин, нечто вроде Папы, который говорит нам Европа, что сотворила ты со своим христианством. Он единственный европеец, который говорит нет американцам, как в свое время Шарль де Голь. Он единственный глава европейского государства, который защищает уходящее корнями в историю традиционное общество, пока все остальные западные лидеры возвели лишенного корней индивида в ранг властного и ревнивого божества». Конец цитаты. Ну и кому из взрослых людей западных политиков понравится, чтобы его спрашивали? Вы поняли сами, что натворили? Никому. Ведь надо отвечать, причем не только Путину, стоящему на трибуне ООН, но и избирателям. И надо принимать тенденцию, которую описывает автор статьи, публицист Эрик Зимур. Благодаря консервативной политике Россия все популярнее среди граждан западных государств, потому что заносчивость Америки, по его мнению, привела ко многим катастрофам, а формализм Европы просто раздражает неимоверно. Неприятно же? И проще, чем отвечать и принимать, взывать к идолам холодной войны. Знаем мы вашего Путина, помним, медведей с балалайками и гулаг. У нас нет ни медведей на улицах, ни гулага, но сто раз повтори это, вывеси на улицах постеры с Путиным на черном фоне, он всегда во всем виноват, и осадочек останется. Моя коллега Екатерина Кибальчич читала, что про нас пишут, кто что сочинил, насколько богата фантазия у тех, кому умом Россию не понять, и она как раз пыталась понять, зачем. Директор немецкого научного института забивает в строке поиска одно слово «Русланд» и смотрит публикации о России. Вот яркий заголовок на тему катастрофы малазийского Боинга. До сих пор мы не знаем, кем был сбит самолет, но здесь совершенно явные указания – виноват Путин. Достигается эффект с помощью фотографии жертв крушения и заголовка – «Остановите Путина немедленно». Это один из многих примеров демонизации. Пока одни люди ведут информационные войны, другие пишут об этом диссертации. На этой неделе опять из России нет хороших новостей, и это лишь подтверждает верность научного труда, который выпустил институт. «О России или плохо, или никак». В целом Россию немецких СМИ представляют негативно. Выводы исследований часто совпадают. Вот результаты другого анализа. Слева название немецких СМИ, рядом количество негативных публикаций, по центру посчитаны нейтральные, а справа удивительный столбик – позитивные публикации о России. Выходит, Россия – это страна, где вообще не бывает хороших новостей? На этой неделе в Москву приехал швейцарский публицист и политик Гимми Тан. Он написал книгу о тысячелетней войне, о русофобии Запада, с провокационным вопросом в заголовке. Почему мы так любим ненавидеть Россию? Русофобия, я думаю, систематически, официально поддерживается ненавистью к России. В какой-то степени это форма расизма, как антисемитизм. Я задался целью понять, почему политики, СМИ настолько подвержены ей. И обоснования я нашел в области религии, начиная с раскола церкви тысячу лет назад. Все православное или русское автоматически считается варварством, дикостью, нецивилизованностью, отсутствием демократии. Оказывается, русофобия появилась тысячу лет назад. Это совпало с развитием картографии. Автор книги считает, что Россию боятся по двум причинам. Она слишком большая и не скрывает свой взгляд на мир. Образ царя Николая I подавался в «Таймс» 19 века, точно так же, как президента Путина показывают сейчас, в то время как Путин не имеет с ним ничего общего. В течение веков антироссийский дискурс не менялся. Его главные схемы оставались теми же. Гиметан уверен, что слова иногда имеют больше смысла, чем факты. Именно слова скрывают истинные намерения, а соседа которого не понимают, наделяют своими плохими качествами. Произнося слова о том, что Россия хочет захватить и погубить Европу, западный мир проговаривается о том, что сам ждет гибели России. Знакомство с Россией у швейцарского журналиста началось иначе, чем у многих его коллег. В начале 90-х он удочерил трехлетнюю девочку в Суздале и сам получил российское гражданство. С тех пор Гиметан регулярно приезжал в Россию и радовался тому, как она менялась. И удивлялся, что, например, успех Олимпиады в Сочи так раздражает западную прессу. Они писали, что игры плохо организованы, стройка не окончена, отели не работают. И австрийский журналист решил посмеяться над этой компанией. Журналист Саймон Роснер выложил фотографию разбитой улицы в Вене и подписал, что это якобы Сочи. С ним немедленно связался редактор CNN, чуть позже крупнейшая газета USA Today, почти 500 репостов о фотографии. На следующий день он написал, что это шутка, это совсем не Сочи, эту фотографию я сделал в другом месте. И какая реакция? Реакция? Никто не опроверг ложь. Никто из медиа не написал о том, что это была провокация. Разоблачение набрало всего 8 ретвитов. А фотография якобы Сочи до сих пор висит на сайте американского Тайм. Несмотря на такие, казалось бы, явные доказательства предвзятости, именно российских журналистов регулярно обвиняют в пропаганде. Всё чётко по инструкции? Среди очки призыва? Есть? Так точно. Срочно всё зачистим. Зачистим. Кому служи? Служу России! Это Люба наша. Она работает только по инструкции из Кремля, между прочим. К десятилетию канала Russia Today его сотрудники сняли про себя шутливый ролик, где показали, как выглядел бы телеканал, если бы всё, что о нём говорят и пишут оппоненты, оказалось бы правдой. Мы работаем не для оппонентов, мы работаем для зрителей. Понимаете, зрители – это такая категория объективная. Они или смотрят, или не смотрят. Им или нравится, или не нравится. Мы первые в мире среди всех информационных каналов YouTube, как вы, наверное, слышали. Первый российский англоязычный телеканал прорвал информационную блокаду. Но выход России на западный рынок информации был воспринят как угроза. Россия давно не участвует в жизни республик Прибалтики, не вмешивается в дела Польши и Чехии. Но до сих пор в проблемах многих там винят руку Москвы. Первого мая у нас была даже устроена против нас такая провокация. У нас была совершена хакерская атака практически на все сайты наших зарубежных представительств. Потому что вот есть силы, которые всё-таки боятся правдивой информации. Хакеры взломали сайты российских культурных центров. В некоторых странах в них даже бросали дымовые шашки. И это при том, что российское присутствие значительно меньше в сравнении с американскими фондами и программами в Европе. Вы знаете, что самое смешное? Что нас критикуют и нас обзывают, не знаю, информационной машиной, кремлёвской пропагандой. Ровно те, кто ещё, наверное, лет 10 назад говорил о том, что Россия абсолютно не представлена в информационном пространстве, что госаппарат не прозрачен, чиновники не разговаривают с людьми, они закрыты, до них не достучаться, информации нет. Ровно эти же люди сейчас ставят нам в упрёк нашу информационную активность. Мария Захарова, живое и по-человечески понятное лицо российского МИДа, пришла на смену сухим коммунике. У западных журналистов вызвала когнитивный диссонанс. На её месте хотели бы видеть мрачного чиновника, лучше в погонах, как и вместо реальной России пытаются увидеть агрессивную империю. Посмотрите, какой обратный эффект. Чем больше они закручивают гайки, чем больше они обвиняют Россию во всём, нападение на Украину, до попытки повлиять на, например, референдум Великобритании о членстве в Евросоюзе, даже до этого они додумались, тем больше население начинает включать мозги. Это демонстрация в Чехии против пропаганды СМИ. Чтобы было понятно, о чём речь, вот фрагмент популярного чешского ток-шоу «Выступает школьная учительница». Я с удовольствием вам расскажу, чему учим детей. Детей очень интересует Гитлер, Вторая мировая война. Может, вернёмся к вопросу? Да, что сделали Соединённые Штаты? Соединённые Штаты освободили Европу от агрессора Гитлера. Надеюсь, вы шутите? Вы лучше поучите историю. Понятно, что рассказывает детям такая учительница. Чешские СМИ транслируют многие мифы о том, что Россия, например, виновна в наплыве беженцев в Европу. И кто-то этому даже верит. Если Путин создал эту проблему, пусть её и решает, потому что многие беженцы несчастны. Они спят на земле, тащат за собой своих детей. По результатам недавнего исследования, публикации журналистов, именно Чехия оказалась самой антироссийской страной Европы. Но вот парадокс. Президент Чехии не скрывает своих симпатий к России. Президент Земан был избран народным голосованием. Многие обвиняют его в том, что он кремлёвский агент. Но у него колоссальная поддержка избирателей, около 70%. А это, по европейским меркам, очень высокий рейтинг. Оказалось, чем абсурднее информация, тем сложнее в неё поверить. Чем больше пишут и говорят о России, тем сильнее хочется узнать её самостоятельно. Тысячелетняя война продолжается, а это значит, что её вот уже тысячу лет невозможно выиграть у России. Екатерина Кибальчич, Иван Благой, Наталья Штонда и Арсений Байбулов. Воскресное время.